Сегодня у нас 33-й урок книги «Шмот», и начнём мы его с повторения той темы, которой закончили предыдущий урок. Предыдущий урок был целиком посвящён Манне Небесной, и разбирали мы подробно и текст, и комментарий Раши, а сейчас я хотел бы ещё чуть-чуть больше углубить понимание всей этой истории и посмотреть на всю эту историю немного с высоты птичьего полёта. Так, что же рассказывает Тора нам про Манн? В 16 главе, в самом начале, после того, как евреи выражают своё отчаяние от того, что еда у них кончилась, и есть им нечего, и как они вообще будут дальше существовать в этой пустыне, в которой нет никакой возможности вообще прокормиться, сказано так. «И сказал Бог Муше, вот я пошлю вам хлеб, падающий из небес, и пусть народ ежедневно выходит и собирает потребные ему на день, чтобы я испытал его, будет ли он следовать моему закону или нет». «А на шестой день пусть приготовят то, что принесут, и будет вдвое больше того, что они собирают каждый день». То есть, с самого начала Всевышний уже предупредил Муше, что в шестой день выпадет двойная порция манна. Муше и Арон сообщают еврейскому народу, что будет манна, что, казалось бы, проблема их питания в пустыне решена, и действительно, и было вечером, налетели перепела и покрыли весь стан, таким образом мясная порция была уже готова, а поутру был слой росы вокруг стана и поднялся слой росы, и вот, оказалось, осталось лежать на поверхности пустыни, мелкая, рассыпчатая, мелкая как иния, выпавшая на землю. Что осталось лежать? Написано только что-то как бы, что-то похожее на… Замечательно, что-то похожее. А что это? Ну, вот, что-то такое похожее, и на что оно похоже? Такое мелкое, рассыпчатое, порошок какой-то был, как иния, выпавшая на землю. А роса здесь причем, Раши объясняет, роса была снизу, т.е. выпавшая роса, выделившаяся роса была на земле, роса была сверху, и таким образом порция манна оказалась между двумя слоями росы, как будто бы в упаковке. Все было очень гигиенично. И, наконец, дальше с первым лучом восходящего солнца продолжает Раши, роса, лежавшая на мане, поднималась, она испарялась, и тогда оставался, раскрывался вот этот вот манн, который можно было поутру видеть в пустыне. И дальше Тора говорит, и увидели земли Израиля, и говорили друг другу, это манн. Вот эта штука, вот это манн. А что такое манн? Ведь они не знали, что это. Они знали только, как они сказали, что это манн. Манн. Как это понять? И сказал ему же, это хлеб, который дал вам Бог для еды. Вот что повелел Бог. Собирайте его каждый, согласно потребности в пище, по умеру на голову. Пусть каждый берет по числу душ в его шатре, т.е. каждый глава семьи по числу едоков, которые есть у него в семье, пусть собирает, по умеру на каждого. Ну, так и сделали сыны Израиля, или собирали кто больше, кто меньше. Всегда есть такие, которые более предприимчивые люди, более серьезно относящиеся к таким вопросам, и они набрали побольше. А были такие, которые собрали меньше. То ли по лене, то ли по нерасторопности. Но когда измерили собранное омером, и не было излишков того, кто собрал много и мало собравшего, у него не было недостатка. Т.е. в конечном итоге, когда все уже померили, то выяснилось, что у всех абсолютно одинаковое количество манна. Каждый собрал омна столько, сколько ему съесть. И сказал ему же, пусть никто не оставляет от него до утра. Вот приходит одно, пожалуй, самое тяжелое испытание, связанное с манном. Запрет оставлять манн на завтра. Т.е. нужно жить в расчете, в надежде на то, что манн выпадет завтра, точно так же, как он выпал и сегодня. Но поскольку надеяться на это очень трудно, то это было непростое испытание. И были такие, кто его не выдержал. Но не послушались они муше и оставили люди, имеется в виду не все, часть людей. Собрана ими до утра, и там завелись черви, и оно засмердело. Сразу же пришла санкция. Не только что неправильно люди сделали и согрешили, но и ничего у них не получилось. Все равно все протухло. И завелись черви, и оно засмердело. Раши обращают здесь внимание на довольно странную последовательность. Люди оставили до утра, и там завелись черви, и оно засмердело. Надо было бы сказать наоборот. Когда продукты питания тухнут, то сначала в них появляется запах тухлятины. И только потом уже, когда уже совсем-совсем-совсем уже начинает все это перегнимать, то уж тогда уже появляются уже черви после того, как мухи откладывают там свои личинки. А здесь как-то сначала завелись черви, а только потом засмердело. Странно. Ему же разгневался на них, и каждое утро они собирали его, каждый согласно потребностям в пище. Когда же согревало солнце, то это таяло. То есть получается, что тот ман, который не собрали и который остался лежать на земле, на первой стадии солнце выходило, и тогда таяла только роса, которая покрывала ман, она испарялась. Тогда можно было собрать ман. Но если его оставляли, то в конечном итоге он под лучами уже куда более жаркого солнца он попросту таял. А вот странно, а почему он таял? Почему бы под лучами солнца он не протух бы? Точно так же, как он протухал в шатре. Уж казалось бы, где больше вероятности ему протухнуть, если это такое портищееся вещество, то почему оно тухло в шатрах? Почему оно не тухло на солнце? Так же только пишет, ман, который остался несобранным на земле, размягчался под лучами солнца и тёк потоками. Его пили животные, которые обитали в пустыне и так далее. И было. На шестой день они собрали двойное количество хлеба. По два умера на каждого. И пришли все главы общины сообщить об этом муше. Кто такой? Сурприз. Получается, что хотя Всевышний сказал муше, предупредил его о том, что в пятницу будет двойная порция, муше об этом не сказал. Тот сказал им, и когда они пришли к муше, шли и спрашивали, что произошло, почему выпала двойная порция. Муше их успокоило, ничего страшного, всё нормально. Пришли все главы общины сообщить об этом муше, и тот сказал им, это то, о чём говорил Бог, день покоя. Завтра, святая субботу Богу, то, что вы хотите испечь, пеките прямо сейчас, в субботу нельзя будет печь, то, что вы хотите варить – варите, а всё оставшееся отложите, соберите до утра. А ведь то, что до сих пор оставляли до утра, ведь это всё гнило. Они отложили оставшееся до утра, как и верил муше, и оно не засмердело, и не было в нём червей. Здесь порядок правильный. Сначала, что оно не засмердело, а потом не было в нём червей. И сказал он уже, сегодня ешьте это, ведь сегодня субботу Богу, вы не найдёте его сегодня в поле. То есть сегодня это ешьте, то, что вы в пятницу собрали, ешьте это сегодня, а в поле нет смысла выходить, потому что не будет, сегодня не выпадает. Ман не выпадал в субботу. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день – суббота, не будет его в этот день. И дальше тоже рассказывает о том, что нашлись люди, которые всё-таки упрямо вышли, на всякий случай. И в субботу тоже, чтобы собрать ман, и не нашли его. И тогда всевышний разгневался. Тоже немножко странно. «Почему Моше не предупредил, что нельзя собирать?» Он сказал только, что нет смысла. И почему тогда не сказал, что нельзя собирать? И в результате он получил выговор. «И сказал Бог Моше, до каких пор вы будете отказываться соблюдать мои субботы наставления?» То есть он включил Моше в этот выговор, присоединил его к тем, кто нарушил Моше и не ходил собирать ман. Нашлись люди, которые пошли собирать ман. Но поскольку Моше не предупредил их, что он здесь получил, его включили здесь в число тех, кто получил нагонять. Тоже довольно странно. То, что самое странное во всей этой истории, с этого мы уже начали, это имя, название ман. Что такое ман? Сказано там, и увидели сыну Израиля, и говорили друг другу, это ман. Ведь они не знали, что это такое. Если не знали, почему назвали его ман? Раби Абрам Ибнезра приводит один из комментариев, цитирует одного из комментаторов, который писал, что это слово приходит из арабского языка. То есть люди, когда увидели это, спросили мангада, что означает «а что это?». Не знали, что это. Так и спросили «а что это?». Так он получил своё имя. Мангада Цубман – что это? И Ражбам тоже приводит очень близко к этому объяснение, только он утверждает, что это уже не по-арабски, а по-египетски. Египетского языка не знаем, так что подтвердить не сможем. Ражбам пишет, что это по-египетски было. Во-первых, довольно странно. Почему вдруг Тора говорит здесь арабским языком, египетским языком? Почему другими языками? Почему это вдруг? Ну, Ражбама это не смущает, будет Ражбам, а это как раз принято в Торе, потому что, скажем, когда Тора цитирует слова Лавана, который был арамейцем, то она не приводит их на иврит, а прямо приводит их, как он сказал, Егар Сагадута. Речь идёт там о свидетельстве, которое должно быть между Яковом и между Лаваном. Лаван называет это Галь Эд, т.е. вот эта гора камней будет Эд, свидетелем, а Лаван называет это Игар Сагадута, Сагадута – слово арамейское, поскольку он арамец, так Тора его не приводит. Здесь тоже люди говорили по-египетски, вышли из Египта, вполне естественно, что они могли назвать это как-то по-египетски. Ну, вот поэтому и Тора здесь так их цитирует. Но что совсем уже мешает подобного рода комментариям, то, что Ибнезр пишет, здесь просто незнание арабского языка. «Менгада» – если вы постучите к арабу в дверь, то услышите в ответ «менгада», это не означает «что это», это означает «кто там», «кто это». Здесь же речь идёт про «ман», не «кто это», а «что это» надо было. И ещё, если речь здесь идёт о том, что люди не поняли, что это такое, надо было бы сказать, Тора должна была бы сказать так. «И увидели сына Израиля и спросили друг друга, это «ман», «возвидос», что это такое». А вместо этого сказано, они сказали, что это «ман». И почему это назвали «маном», а дальше всё непонятно. Ведь они не знали, что это такое. Всё же наоборот. Имя когда даётся, что такое вообще имя? Имя, название. Название, имя определяет суть предмета. А здесь предмет, получилось название на основе незнания сути его. Не знали, что это такое, что-то такое рассыпчатое, мелкое, не знали, что такое. И поскольку не знали, поэтому назвали его «ман». Наоборот, надо было. Да и, ну, хорошо, люди не знали, что это «ман», но дающий Тору знает, что такое «ман», он его дал. Поэтому почему он его называет словом «ман», которое выражает незнание и непонимание? Раши хотел уйти от всего этого вороха вопросов, очень неприятных, поэтому Раши утверждает, что слово «ман» вообще не означает вопрос, вопрошание, а это от слова, как мы сегодня пользуемся в современном еврейском шаргоне, слово «мана», т.е. порция, иными словами, порция еды, пайка такая. Вот что это означает – еда, пайка. И тогда все те вопросы, которые мы задавали, они здесь не страшны для Раши. Но, с другой стороны, довольно сложно всё-таки объяснить именно в этом контексте, что «ман» означает пищу, порцию пищи. И уж совсем непонятны действительно комментарии, которые приводят Ибнезра и Рашбам, утверждая, что назвали, дали название «манам» на основе того, что не знали, что это такое. «Ман» – кто это? Или кто это? Ещё вопрос. «Когда Рашей предупредил не оставлять на завтра, нашлись люди, которые ослушались, оставили на завтра, и завелись черви, и ман протухл, воссмердел». И как-то так быстро, чтобы за одну… Всё, что произошло, на одну ночь оставили. Чтобы за ночь… Ну, хорошо, холодильников у них не было, но не слишком ли это быстро? Явно какое-то сверхъестественное действие здесь произошло. Тогда, может быть, понятно, почему сначала завелись черви, а только потом он воссмердел. Если бы это был здесь естественный порядок, естественный ход событий, тогда должно было бы быть по-другому. Но здесь было это неестественно, потому что в естественных условиях, ну, при чём желании, не может за один день так вот сгнить. Но снова вещь непонятная. Потом Туро говорит, представляя это как некое чудесное явление, что в субботу, когда Муши сказал, что можно оставить в субботу, то тогда оставили с пятницы на субботу, оставили, и он и не протух, и червей в нём не было. Тоже мне большое чудо. Наоборот, если оставили с пятницы на субботу, понятно, что не протухнет. Слишком мало времени для того, чтобы протухнет. Почему так? Наоборот, чудо – то, что он в будние дни, если его оставляли, что он стухал и появлялись черви, вот это вот чудо. А то, что он в субботу не протух – это совсем не чудо. Почему же Тора представляет это как нечто необыкновенное, как из ряда вон выходящее явление? Тоже не ясно. Почему Моше не нашёл необходимым предупредить и о том, что в пятницу выпадет двойная порция манна, и когда уже в субботу к нему пришли и сказали, что выпала двойная порция, это он только не сказал, очень хорошо, это неслучайно, об этом мне Бог сказал, будет двойная порция на субботу, но в субботу просто не будет манна, поэтому вы не хотите забирать его, он не будет. Почему не сказать нельзя? Всевышний запретил выходить, и потом отчитал, почему? Почему он не предупредил народ и в результате получил выговор? И, наконец, последний вопрос, а почему действительно манна не выпадал в субботу? Что? Каким образом? Почему манн не уживается с субботой? И если бы манн – это был пищей, которая бы появлялась каким-то естественным образом, ну, так можно сказать, в субботу весь мир должен остановиться, всё должно остановиться, всё должно замереть, ну и вот манн тоже нет. А вот здесь это было чисто такое духовное явление, которое… Более того, есть книги, в которых говорится, что манн – это пища будущего мира, улам-аба, пища грядущего мира – это манн. Но если так, то суббота, которая называется мэйн улам-аба, в ней в субботе есть нечто от грядущего мира, так манн, пожалуй, больше всего тогда и подходит. Почему бы тогда манн не выпадал как раз именно в субботу? Вот такие вопросы. Начнём мы отвечать потихоньку. В книге Бамидбао, когда уже рассказывается о последних, в последнем периоде, в который манн уже выпадал, он должен был вот-вот скоро прекратиться. манн. Там сказано так. То есть, народ по пустыне должен был бродить, рыскать буквально по пустыне для того, чтобы находить этот манн. И мудрецы говорят, что это не все. Были такие, кому манн выпадал просто у входа в его палатку, а были такие, которые утром, выйдя из своей палатки, не находили манн и приходилось им искать подальше. А некоторым пришлось выходить просто уже рыскать по пустыне, пока не найдёшь свою порцию. Кроме того, и то, что дальше в этом стихе написано, что таханул бы рыхайм, что его мололи в жерновах, о да хуба мадуха, или в ступке его толкли, и потом его варили, и делали из него, и или делали из него лепёшки, пекли. То есть, здесь была дифференциация разная. Некоторым манн выпадал в качестве уже готовой пищи. Всё, можно было бы готовая пища, как магазин готовой пищи, кейтеринг, взял и понёс домой, можно сразу есть. Другим он выпадал как полуфабрикат, его нужно было растолочь ещё. Но он уже тогда был вполне готов к употреблению. А третьим совсем было плохо дело. Им приходилось уже и варить его, и печь его. То есть, каждому человеку манн выпадал в какой-то такой индивидуальной форме. И по количеству времени, которое нужно было для того, чтобы его получить, найти, и по количеству времени, усилий, усердий, которые нужно было применить для того, чтобы его приготовить уже в пищу. Вот цадиким, для которых он был совершенно в готовом виде, можно было сразу его есть, до совсем не цадиким, которым приходилось ещё и полный совершенно цикл всех кухонных работ, пока его наконец не доводили до готовности. Выходит, что манн изменялся по своей природе, по своим качествам, он изменялся в зависимости от того, кто его потреблял. он изменялся в зависимости от потребителя, и его качество, и его местонахождение тоже. Почему так? Да потому что манн не был только способом решения проблемы пропитания еврейского народа в пустыне. Весь период пребывания еврейского народа в пустыне – это был, прежде всего, период необходимого воспитания еврейского народа для его дальнейшей функции. Народа, который должен был понести Тору, получить Тору от Всевышнего, внедрить её в свою жизнь, построить свою жизнь по Торе, и свою личную жизнь, и общественную жизнь, построить в дальнейшем, завоевать страну и построить государство Торы. В дальнейшем нести это и всем людям вокруг себя – это очень тяжёлая функция, очень непростая миссия. И для этого еврейский народ должен был пройти серьёзное-серьёзное обучение, воспитание. Аспектов воспитания здесь было много. Один из них я уже упомянул. Это вопрос бетахон, т.е. уверенность в Бога, упование надежды на Бога, запрещено оставлять на завтра, живи каждый день той пайкой, которую получил сегодня. Это одно испытание. Был ещё один аспект – это равенство между людьми. Всегда, в любом обществе всегда довольно быстро образуется неравенство. Те, кто более умелые, более старательные, более предприимчивые, они быстро становятся более богатыми. У них больше получается. А те, которые менее предприимчивые, менее умелые, они становятся бедными. Начинается расслоение, оно растёт, 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 растёт. А в пустыне такого не было. – предприимчивые и непредприимчивые, старательные и ленивые, все в конечном итоге получали абсолютно одно полное, одинаково, и не было там ни ссор на эту тему, ни зависти, ничего подобного. Ещё один момент был в том, что во всех остальных аспектах испытания, когда человек проходит какое-то испытание, то он, по крайней мере, для себя должен решить или почувствовать, выдержал он испытание или нет, правильно ли он повёл себя или нет, а кто это знает. Человек очень часто занимается самообманом, ему кажется, что он вполне, вот в этой ситуации он повёл себя правильно, а что, разве нет? А вот ман давал совершенно объективные оценки. Каким образом ман давал объективные оценки? А это измерялось прежде всего тем расстоянием, которое человек должен был пройти для того, чтобы ман свой найти. Скажем, вчера ман выпал ему прямо у входа в палатку. Это было вчера. Утром. А за вчерашний день он где-то что-то не так сказал. Что-то неправильно прореагировал. Или ещё что-то сделал. Глядишь, на следующее утро он встаёт. Мана уже около палатки нет. Он чуть подальше, несколько метров отсюда. Человек понимал, что вчера он был неправ. Что-то он сделал. Неверно. А если оказалось, что мана даже и видно не было, и нужно было уже выходить из лагеря и искать его где-то по пустыне, где его порция, это значит, что он серьёзные и серьёзные нарушения вчера сделал. Довольно серьёзно что-то нарушил. Таким образом, были здесь объективные оценки, которые… Это не были оценки, которые кто-то другой давал. Человек сам себе понимал эту оценку. Оценка была именно ему. Мало кто знал. Не нужно было афишировать то, что, ой, где же мой ман, где же мой завтрак, я побежал. Люди, очевидно, находили способ таким образом скрыть то, что они не находили ман прямо у своей палатки. У каждого нужно было выходить. Есть причины, по которым нужно было выходить за пределы лагеря, но так всегда можно было скрыть то, что человек ищет свой ман где-то в полукилометре от лагеря. Но, по крайней мере, себя самого человека обманывать больше не мог. Здесь он получал эту оценку абсолютно объективную и прямо не отходя от кассы на следующее же утро. Понятно, что всё это были моменты испытания. И тем самым вот эта оценка мана и приводила к тому, что для каждого ман был чем-то другим. Вкус другой. Качества другие. Другие. Возможность получения совершенно разной. Всё индивидуально. Известно, что Большим-то сказал, написано в книге «Дворим» «Ки ло алех и бле вадо их я адам». Фраза, которая стала уже совершенно нарицательной. «Не хлебом единым жив человек». «Ки аль коль му ца пиа шем». «А чем же он жив?» «А всем, что исходит из уст Всевышнего». Здесь не имеется в виду противопоставление духовных потребностей материальных. Нет, здесь имеется в виду, сказал Большим-то просто, чем действительно жив человек? Физически чем жив? Ну, как чем? Тем, что он ест пищу. А как это получается, что благодаря пище он жив? Что за этим стоит? А за этим стоит следующее. Что то, что человек живет, то, что он получает энергию для жизни, животворную силу, это не благодаря тому, что он сейчас ел кусок хлеба, в котором есть энное количество углеводов и еще что-то там чего-то, что дает ему возможность просуществовать еще энное количество времени. Дело не в этом. Дело в том, что все эти углеводы и все, что есть, вся та энергия, которая есть в пище, то, что она способна человеку давать жизнь, это благодаря, не благодаря ее химическим свойствам, а благодаря тому, что Всевышний хочет, чтобы она давала жизнь человеку. Это значит, что в каждой, в каждом куске пищи, в каждом виде пищи есть моца пиашеем, есть то, что выходит из уст Всевышнего. Эта животворная сила, то, что выходит из уст Всевышнего, шефа, то воздействие, исходящее от Всевышнего, оно и дает человеку возможность существовать. Только что мы его не получаем в чистом виде этого воздействия. Мы получаем его облачившимся в материальные оболочки, в одежды. Оболочки бывают разные. Бывает оболочка из фасоли, бывает оболочка из мяса, бывает оболочка из хлеба, бывает оболочка из апельсина и из чего угодно. Когда пришли в пустыню, то там стали получать ман. Это то самое, то, что исходит из уст Всевышнего, которое было облачено в очень-очень тоненькую, почти прозрачную оболочку. Она настолько тонкая, что даже определить, а что же это такое, было невозможно. Пищу, которую мы ему едим, понятно, потому что мы смотрим по одежке. Вот по одежке эта пища – это что такое? Это хлеб. А это что такое по одежке? А это сыр. Здесь всё ясно, здесь всё понятно. А тут та самая пища, которая была там, в пустыне, её оболочка эта материальная была очень-очень-очень тонкая. Так что и определить, что же это за штука такая, была невозможна. Понятно, что здесь была муцапи-ашем, было здесь исходящее из уст Всевышнего, которое было одето в самую-самую-самую минимальную оболочку. Не больше того, больше было уже непонятно. Стало быть, само определение манна, как его можно определить? Что это за пища? Что он был неопределён, что это была пища неопределённая. У неё не было своего определения. Это и есть его определение. Это и есть, если спросить, что же такое манн, что это? Хлеб? Нет. Печенье? Нет. Халва может быть? Творог может быть? Да нет. Манн – это манн. Что это такое? То есть, это то, что не имеет определения. А кто его определяет, чем он будет? Человек, который его ест. Всё зависит от человека, который ест. В устах человека ещё раньше… Понятно, что в устах человека вкус у каждого был разный, в зависимости от того, кто его ест. Но ещё раньше, ещё до того, ещё когда нужно было его собирать и когда нужно было его приготовить, к одному он приходил в абсолютно уже готовом виде, а другому приходилось его и растолочь, и его варить потом, или жарить, и парить. Всё зависело от человека. Он сам по себе был неопределённым маннгу, что это такое. Так его и назвали. Почему? Потому что не знали, не могли определить, что это такое. А каким образом он получал своё определение? Благодаря тому, кто его ел, благодаря тому, кто его потреблял, он и давал манну свои качества. И вкусовые, и все остальные, как сегодня сказали бы, органолептические качества. Это уже всё исходило от того, кто его ел, от того, кто его пробовал. Понятно теперь ещё одна вещь. Почему манн так быстро гнил? В тот момент, когда нарушался запрет, связанный с манн, то муца пьяшем, то вот то, что исходит из уст Всевышнего, оно уходило от него. И тогда, что оставалось? Одна только материальная оболочка. Она моментально погибала. Она моментально гнила. Это нужно понять. Всё, так написано в Тане, несколько раз Таня повторяет об этом, что даже простые минеральные соединения, которые существуют, они существуют благодаря тому, что в них есть духовный корень. Маца пьяшем. Те буквы, из которых состоит слово, определяющее данный элемент, они являются духовной структурой, которая осуществляет, даёт возможность существовать вот этому самому элементу. Если они уйдут, то этот элемент просто перестанет существовать, рассыпется. Наверное, на составные, не знаю на что. Нечто подобное мы видим и здесь. Пища, как мы сказали, которую мы потребляем, это муца пьяшем, это то воздействие, которое исходит из уст Всевышнего и облачается в материальную оболочку пищи. И животворная сила заключена не в самой материальной оболочке, а в той самой сути, в том самом воздействии, которое исходит от Всевышнего. Как только оно уходит, то эта материальная оболочка перестаёт существовать. Поэтому она моментально, моментально за одну ночь тут же загнивала. А в субботу? В субботу не так. В субботу вот это воздействие, оно было, срок пользования его был на два дня, и оно оставалось. Оно оставалось. И не только в субботу это было, мы видим, но и тот ман, который не собирали с поля, и он оставался в пустыне. Что с ним было? Он гнил, конечно, он не гнил, а он просто испарялся. Он и не мог сегниться. Потому что от него, вот это вот муца-пи-а-шем, от него вот это вот воздействие исходящее Всевышнего не уходило. Не уходило. Поэтому он и не гнил, а просто испарялся. Сначала он растворялся, превращался в жидкость, потом и испарялся дальше. Всё чисто. Суббота. В субботу мы сказали муца-пи-а-шем, было на два дня. Вот этого вот воздействия хватало вполне на 48 часов, поэтому ничто не гнило. Поэтому торы здесь и указывают, какое здесь было потрясающее явление. Что несмотря на то, что оставляли на два дня, ничего не случалось. Не нарушался здесь запрет. Не было запрета в субботу оставлять на второй день. Наоборот, так и следовало делать. И поэтому всё это оставалось, без холодильника. Без каких бы то ни было других способов сохранения пищи. Ну и, наконец, последний вопрос, который мы задаем. Почему вообще ман не впадал в субботу? В чём такая проблема, чтобы ман выпадал в субботу? Чем он противоречит сути субботы, духу субботы? Дрецы говорят, что вообще в словах Моше, которые он сказал по поводу субботы здесь, мы учим три сиуды шаббат. Сказано там. Сказал Моше, сегодня ешьте это. Ихлуум айом. Ешьте это сегодня. Почему? Ибо сегодня суббота Богу. Вы не найдёте его сегодня в поле. Три раза сказано сегодня, сегодня, сегодня. Из этого мы учим три сиуды, три приёма пищи в шаббат обязательно. На эту тему в книге Зо рассказано следующее. Раби Ицхок спросил. В самом начале Туры сказано. Байворох и люки метьё на шви и благословил Бог день седьмой. Благословил. Что такое вообще браха, байворох? Браха – это означает рост, расширение, увеличение. Значит, мы ожидаем, что если седьмой день субботный получил браху, то, по идее, в этот день должно быть рост, увеличение. А вместо этого мы находим, что ман, который выпадал в седние недели, в субботу не выпадал. Какая же здесь браха? Брахи на пустом месте не бывает. Браха – это когда что-то есть, и оно растёт и увеличивается. А что здесь? Отвечает на это книга Зо. На самом деле вот что происходит. Все благословения, всё воздействие свыше, которое приходит к нам в неделю, на протяжении недели, оно всё зависит от этого самого седьмого дня. В седьмой день почему не было манна? Почему манна не выпадала в седьмой день? Да потому что в седьмой день, все шесть дней недели они получают свою браху, они получают своё воздействие от этого седьмого дня, от субботы. То есть в субботу в этот мир входит воздействие от Всевышнего, которое потом распределяется на шесть дней недели. И от него уже есть человек упор носа, есть у него еда, есть у него возможность существовать, получать животворную силу и существовать, жить ещё целую неделю. Так почему же тогда, если в субботу в этот мир приходило браха, если в субботу в этот мир приходило воздействие, от которого потом получали все остальные дни своё благословение, почему тогда в седьмой день не получало? Потому что в седьмой день, в субботу, это воздействие приходило в чистом виде, без всяких оболочек, даже самые тонкие оболочки сказали, что манн – это тонкая оболочка. Стало быть, в субботу манн не мог выпадать, в субботу входит браха без всякой оболочки. Вот почему в субботу манн не выпадал. Вопрос был задан, если вкусовые качества манны были разные для всех, то нельзя сказать, что каждый получал манн. Каждый получал как раз манн. Если бы не сказали, что каждый получал шоколадку, но у одного она была вкусом как селёдка, а у другого была вкусом как красная икра, тогда, конечно, нельзя сказать, что все получали шоколадку, но здесь получали манн. А что такое манн? Манн – это нечто такое неопределённое, которое по сути-то своей нечто неопределённое, которое зависит целиком от того, кто ест. Теперь, кстати, понятно, почему то, что говорят Ибнезра и Ражбам, Ибнезра говорит, что это назвали по-арабски, Ражбам говорит, что назвали это по-египетски, конечно, поскольку качество манны-то они исходили от каждого человека, то каждый в соответствии со своими возможностями так его называл, на каком языке человек говорил, так он его назвал, если бы там были русскоговорящие люди, они бы тоже назвали это типа, и что это, или ещё каким-нибудь образом. О, чуть бы он не забыл ещё один вопрос. Почему Мушене сообщил о том, что в субботу манн не будет выпадать? Почему он не сообщил сначала, что выпадет вторая, двойная точнее порция манна в пятницу, а в субботу он не будет выпадать? Потому что он хотел, чтобы сама суббота, сама манна небесная и сама суббота сообщили людям о том, что происходит. Не то, что он им скажет, будет такой день, в который сначала вы получите в два раза больше, а потом будет следующий день, в который ничего не получите. Пусть суббота сама это скажет, пусть люди это увидят. Суббота сама сообщит, что это такой день, в который даже манн не выходит, он может приходить. Пусть говорит, этот день духовный, он источник брахи, он источник благословения на всё остальное время, в него манн не выходит. Каким образом? Сама суббота об этом сообщит. Поэтому Мушен решил не говорить. Всевышний с ним не согласился, потому что в результате получилось, что нашлись люди, которые нарушили. Мушен взял на себя этот риск, и риск был неоправданным, поэтому он получил выпивку. Ещё один вопрос задают, каким образом люди знали, где их порция манна. Прежде всего, если человек выходит утром из своей палатки и видит, что порции его нет, а у соседа порция прямо у входа, и у соседа справа порция тоже довольно близко от входа. Но если человек приличный и не попытается стянуть порцию у соседа, а мы исходим из понимания того, что всё-таки люди, которые вышли тогда из Египта, были людьми приличными, начнут понимать, что ему нужно искать, пока он не найдёт где-нибудь, где уже он подвернётся. Вряд ли порция манна была с бирочкой, на которой было написано имя человека. Этого не было. Этого не было. Хорошо. Будем считать тему манна исчерпанной. «И двинулась вся община сынов Израиля, по слову Бога, из пустыни Син, в свои странства, и они расположились Таном в Рафидим. И не было там воды напоить народ, и ссорился народ с Муше, и они говорили, дайте нам воды, чтобы мы могли напиться. И Муше сказал им, что вы ссоритесь со мной, зачем вы искушаете Бога? И жаждал там народ воды и роптал на Муше, говоря, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы уморить меня, моих детей и мой скот с жаждой? И возопил Муше к Богу, сказав, что мне делать с этим народом? Ещё немного, они побьют меня камнями. И сказал Бог Муше, пройди перед народом, возьми с собой, пройди перед народом, что это значит, Раша объясняет, нехорошо ты говоришь. Да, конечно, они очень резко говорят, и они, человек, который чувствует, что он умирает от жажды, вряд ли стоит ждать от него умеренного тона, ну, по крайней мере, никто тебя камнями не собирается побивать. Вот ты пройди перед народом и посмотришь, поднимет ли кто-нибудь на тебя руку или нет, бросит ли кто-нибудь в тебя камень или нет. И возьми с собой избранных и старейшин Израиля, а свой посох, которым ты ударил по реке, тот самый посох, который использовался для чудес исхода из Египта, возьми в руку и иди. Вот я буду стоять там перед тобой на скале в Хореве, и ты ударишь в скалу, не по скале, а в скалу, и из неё пойдёт вода и будет пить народ. И сделал так мужей на глазах у старейшин Израиля, и назвал то место масса, испытания и мерива. Масса и мерива, т.е. испытания и ссора. Почему? Из-за ссоры сынов Израиля, потому что они искушали Бога, говоря, есть ли Бог среди нас. Паравирш утверждает, что фразу эту нужно читать с ударением на последнем слове. Есть ли Бог среди нас? Т.е. здесь не было сомнений, а есть ли Бог вообще? А может, его нету, и сомнений таких у людей тогда не было. Речь идёт о другом. Есть ли Бог среди нас? Конечно, есть Бог, который создал этот мир. Да, конечно. А есть ли он среди нас? Есть ли Бог, которого интересуют вопросы, а чем я буду сегодня ужинать, и будет ли у меня завтра глоток воды с утра или нет? Вот о чём. Его словами. В Рафидиме, охваченной подозрительностью и лишённые мужества, люди хотели знать наверняка, получат ли они помощь в случае опасности. Их вопрос, есть ли Бог среди нас, выражает не столько сомнений во всемогуществе Бога, но не было сомнений в этом всемогуществе, сколько неуверенность в том, что Он действительно среди нас, что Его чудодейственная всемогущая власть распространяется на людей, что Его заботят нужды и потребности людей. Ведь представления о природе, о Боге, о человеке, типичные для того поколения, были очень далеки, диаметрально противоположны той истине, которую впоследствии нужно было осознать еврейскому народу. Природа рассматривалась людьми как нечто абсолютное, детерминированное, существующее само по себе, связанное на все времена законами, слепой, слепой детерминизм. Считалось, что даже божества связаны с этими непреодолимыми законами природы, так это видно сегодня даже, если мы почитаем даже мифы Древней Греции тоже, там, конечно, много всяких богов и богинь, и полубогов и так далее, но над всеми ними есть судьба, есть срок, есть силы, которые управляют богами тоже, есть природа, мать природы, она над всем, поэтому по природе мы попали сюда в пустыню, и по природе здесь воды нет, значит, как нам существовать здесь? Есть ли бог среди нас? А что, бог, он даже вот в такие вещи, как где найти глоток воды в пустыне, он тоже этим занимается? Вот это вот люди не были уверены, что это так. Таким образом, признание, что природа есть сила, свободно создаваемая и свободно управляемая одним всемогущим свободным богом, признание, что бог единственный и свободный, всемогущий создатель, координатор и абсолютный правитель вселенной, и всё это было поистине гигантским шагом вперёд, т.е. дойти до такого понимания – это гигантский шаг вперёд на основе той культурной среды, из которой еврейский народ-то и вышел, и такой гигантский шаг вперёд не делается за один раз, это шажки, 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 которые в конечном итоге дают скачок вперёд, но они медленные, поэтому еврейский народ приходит к этому сознанию достаточно медленные. Вот почему он здесь и испытывает, и спрашивает, есть ли бог среди нас? Продолжает Тора. «И пришёл Амалек и воевал с Итраэлем в Рафидиме». «И сказал Муше Иушуо, выбери нам мужей и пойди сразись с Амалеком. Завтра я стану на вершине холма с посохом Божьим в руке». И Иушуо сделал так, как было сказано Муше о войне с Амалеком. Муше Иарон и Хур зашли на вершину холма. И было, когда Муше поднимал руку, одолевал Израиль. А когда он опускал руку, одолевал Амалек. И руки Муше отяжелели, и тогда они взяли камень и подложили под Муше. И он сел на него, а Аарон и Хур поддерживали его руки, один с одной, с другой стороны. И так до захода солнца. И были руки его вера. И ослабил Иушуа Амалека, и его народ острием меча». Сразу после того, как происходит вот эта вот сцена в Эрефидин, сразу после этого приходит Амалек. Есть ли связь? Раши утверждают, что безусловно есть. Одно истекает из другого. Слова «Мираж». Этот текст следует непосредственно после стиха, в котором сыны Израиля вопрошают, есть ли Бог среди нас или нет. Чтобы сказать… У вас есть вопрос, есть ли Бог среди нас? Заботится ли Бог о том, чтобы у нас был глоток воды на завтра и кусок хлеба сегодня? Сейчас вам будет ответ. Пришёл Амалек. Каким образом это ответ? Ответ получается такой, что я-то на самом деле всегда среди вас и готов помочь в любой вашей потребности. То есть, все ваши потребности конкретные, самые маленькие, самые простые, они все конкретно меня очень интересуют. А вы говорите, есть ли Бог среди нас или нет? Клянусь вам, что вот эта вот собака… Амалек здесь очень нелестно назван собакой. Набросится этот пёс и покусает вас. И вот тогда-то вы начнёте вызывать ко мне о помощи. Уже не будете спрашивать, а есть ли Бог среди нас? Будете вызвать на помощь? Ну и вот тогда узнаете, где я. И приводите сразу великолепную совершенно, великолепную притчу, которая это поясняет. Это можно уподобить вот чему. Идёт человек по дороге. Сына своего посадил себе на плечи. Ножками-то ему трудно идти. Папа, пожалел его, посадил его на плечи и так на плечах его несёт. Сын видит на земле какую-то вещь, которая ему понравилась. Спрашивал, папа, подними мне, дай мне вот эту штуку. Ну, папа, хотя с сыном на плечах, присел на корточке, поднял, дал ей. Через некоторое время ещё он увидел какую-то ягоду какую-нибудь, ещё что-нибудь. Папа, дай мне вот это. Папа снова ему остановился, сорвал ягоду, дал ему. И так дальше. Второй, в третий раз. Так они идут. Вдруг навстречу им идёт кто-то, прохожий. Сын, сидя на плечах у папы, спрашиваю, просите, пожалуйста, вы не видели моего папу? Сказал ему отец, ничего себе. Я тебе ношу на плечах. Я тебе приношу здесь каждую вещь, которая тебе нравится, я тебе приношу. Ты спрашиваешь, где мой папа? Знаешь что? Если так, то давай теперь ты уже будешь ходить сам ножками. Спустил его на землю. Ходи теперь сам. И вот тогда пришла собака и покусала его. Пока сын был у папы на плечах, то собаке можно было не бояться. А как только оказался на земле, тут уже всякое бывает. Тут и собаки ходят, и собаки покусать могут. Притча великолепная. Точно отвечает на заданный вопрос. Если Бог среди нас, а хотите вы посмотреть, как выглядит мир, в котором Бог не среди вас, в котором Бог не будет защищать вас ежеминутно и ежесекундно, не будет поставлять вам всё необходимое ежеминутно и ежесекундно, сейчас-то мы вам покажем. Тут же пришёл Амалек. Тут же моментально. Как собака, который только и ждёт для того, чтобы покусать. Это его основное качество. Вот так вот выглядит мир. Каждый раз получается Пураши здесь, может быть неправильно сказал, не получается Пураши, но из этого Раши можно сделать смелый вывод, что каждый раз, когда у нас возникают сомнения, и когда у нас не хватает веры, и когда мы возвращаемся к тому самому вопросу, есть ли Бог среди нас, то Всевышний очень даже может быть, что Он покажет нам, как выглядит мир без Бога. Это мир, в котором приходит Амалек. Это мир, в котором приходится воевать с Амалеком. В этом закономерность появления Амалека здесь сразу после того, что произошло. И есть здесь ещё один известный намёк, как наши мудрецы говорят, место, в котором произошло предыдущее событие, а именно то требование еврейского народа дать им воду. И это сомнение, это искушение их и испытание, когда они задают вопрос, есть ли Бог среди нас. Это место называется Рафидин. Рад наши мудрецы, что все подобного рода географические названия – это не просто названия, а каждое из этих названий, оно сущностное. Рафидим – это составное слово, состоящее из двух слов. Рафу ядаим. Рафидим – рифьон ядаим, т.е. ослабели руки. Что это значит? Можно держаться за что-то, прилагая силу, а можно держаться так, слабенько, так, что при первой же возможности – вещь, которую мы держим, может выпасть у нас из рук. Вот это вот, если до этого момента, когда вышли из Египта, была здесь ещё достаточная сила, на гребне тех потрясающих событий, которые были происходят из Египта, вышли тогда из Египта и держались за веру очень крепко, то здесь она ослабела, то здесь произошло собрание. И как только есть вот такая слабинка, – тут и появился Амалек. Появился указанно. Проблема здесь. Так он приходит. Это не единственное объяснение. Есть и другие объяснения закономерности появления Амалека в истории. Но об этом, пожалуй, мы поговорим в другой раз. Спасибо. Спасибо.